Всем привет, вы на канале Паша Кинга и мы продолжаем проходить или заканчиваем уже все-таки наверное точно Horizon Zero Dawn The Frozen Wild. Давай, впустим их уже. Месиво, месиво жесткое, продолжается у нас, поэтому на самом деле нам не дают расслабиться ни на секунду. Ребят, вы идете? Если мы слишком быстро закончим эту, ну, сюжет, дополнение, то мы пару миссий выполним, дополнительных и все. А нет, это Аратак, это твоя работа, Аратак. Ты идешь? В смысле? Он же вроде взламывает эти дела. нет? Он залагал? Вот, видишь? Залагал Аратак немножко. Так, что пишут? Повреждения данных. Анкета для классификации машин и искусственных интеллектов. Конфиденциально. Собственность КМИ. И. Ни одна часть этого документа не подлежит разглашению третьей стороне. Тема. Беруза. Дата анализа 7 июня 2062 года. Резюме. Третий тест. Сознание субъекта оценено на уровне 0,54 в пределах допустимого диапазона. По итогам дополнительных тестов предыдущий результат 0,61 признан ложным. Оценка сформулирована на основании процентных показателей в следующих разделах. Реакция на боль. Реакция на юмор. Эмоциональные способности. Истическая оценка. Моральная оценка. Смотри прилагаемые анкеты с подробным анализом и обзором критериев тестирования. Рекомендация аттестующего придерживаться текущего графика проверок 2 аттестации в год. В свете того, что уровень осознанности субъекта близок к предельному значению, настоятельно рекомендуется продолжать наблюдение. Ага. То есть это вообще топ-вышка искусственного интеллекта. Это плохо. Ну это плохо, наверное. Мало ли, что он себе там надумает. Наша история ничего не учит. Один скайнет. Мы все помним скайнет. Так, вниз прыгать я не хочу. Или надо? А, надо, да. Ладно. Слушай, ну тут очень жарко. Мы прямо возле лавы. На самом деле, мне кажется, они бы уже сгорели. Так нельзя ходить возле лавы. Это смерть. Ну потому что там температура, представляешь, какая сумасшедшая. Они бы жарились просто даже находясь рядом. Они же не машины. Тем более, они в бихах. Похудели бы. Вся вода бы из них вышла с потом. Вся, вот из организма. Всем людям, кто слышит. Переконфигурация комплекса вызвала диспет. Стабилизацию основной геотермической магистрали. Уязвимыми точками можно воспользоваться, чтобы уничтожить дефектные элементы комплекса, сохранив резервные стабилизаторы. Захват неизбежен. Прилагаю к сообщению. Я не понимаю, что душа пыталась нам сказать. Она искала способ, как одолеть демона. И, возможно, нашла. Она всю эту душой называет. Может, хватит тоже? Детали машин. Похоже, их тут плавит. Плохо. Нужно миновать пропасть. Да. Придется мне туда слазить. Опять. Самое месиво идем. Смотри на меня. Эй! Посмотри на меня. Делай, как я. Делай, как я. Блин, Элой бы тут не хочет запрыгивать. Очень жаль. Очень не хватает, чтобы она запрыгивала везде. С одной стороны. Уй! Так, надо стрелы крафтить. Твою-то налево, у нас заканчиваются ресурсы. Найди путь, мы перейдем, говорит, на баратак. Гениально. Хотя, с другой стороны, я ж вождь. Я должна отвечать за свое племя, да? Я чуть-чуть стиком отклонил не в ту сторону и все Ну, она полезла, конечно Но, но, давай будем откровенны Лазит она все равно лучше, чем то, что мы сейчас проходим в Assassin's Creed Unity Лазит она гораздо адекватнее и понятнее Просто потому, что тут меньше выбора, куда лезть В Unity же можно лезть где хочешь Почти и это заставляет Арно суетиться Он чувствует себя неуютно Так, а нам не сюда Нам вот сюда Правильно? Да блин, не видно нифига Да, тут мы еще выше не поднимемся Ой, спасибо, я уж все испугался, что не допрыгнет Я же сам чуть из стула не подпрыгнул Со стула Залезешь? Залезешь? Они и в бог тоже ездят А, да? Быстрее! О, аж ускорение нам придало Давай наверх Не помню, что в оригинале мы такие кульбиты вытворяли Там, по-моему, все как-то в этих всех пещерах Было не так Нет! Луй! Спасибо, молодец, молодец В последний момент буквально спрыгнула А нафига мы сюда? Мы же так тут были Или нам еще выше? Подожди Подожди, подожди, подожди Так, во-первых, не пяльсь на меня Это не культурно Так Пялиться, это не культурно Так А Я что-то даже не заметил Этого пульта Наверное, я перекрыла шаг Так Так, значит, нам теперь туда Давай-ка сразу вот это вот сделаем Ага, ага Да, вон она, дорога, получается Ну, а ведь не слишком прочно Ой, вот тут прям ноги вообще сгорят нахрен Я бы ни за что не хотел быть на месте его Давай вот теперь вот В смысле? Слоу-моу, слоу-моу Когда от нас ничего не зависит Так, а ждем Ждем, возвращайся, возвращайся И пошли Прыгай, ложечку прыгай Молодец И финалочка Так, машинка где? Ты где там? Здрасте, здрасте А этой одной стрелы хватило В смысле? А нам точно туда? Я, если честно, уже не уверен Так нет же, нам не туда Нафига мы возвращаемся Отпусти Нам вот сюда Так, тут еще одна машинка ходит Сейчас, смотри Ты где там? Ну, что ты убежал-то? Ну, я же не кусаюсь Я только стрелами стреляю А, такое Что? А что это такое? Да ладно, я что-то фиолетовый там выпустил Да и... Ладно А да не, давай заберем Тут как бы... Чего? Так, как нам пройти? А вообще там вон Это дофиговина ездит Ага, нам нужно подняться Чуть повыше И запрыгнуть на эту тему Понял Можно? Нет-нет-нет Сейчас еще застрянем Этих 40 всяких А, ну Твою мать Ты что, серьезно, что ли? Так, где мы там начинали? Да, как бы низко ты не падал Не забывай, с чего ты начинал Ну, давай Хорошо Что-то мне подсказывает Что-то будет длинная серия Чудеса Ну ладно Ну скрипт есть скрипт Он когда начался А, она сделает Видимо, должна была сделать Спасибо, на самом деле, игра за это Потому что так гораздо лучше Ну давай Ну, хотя мы просто так перепрыгнули Но можно было и так Ладно Теперь главное Ну, не тупануть Как в прошлый раз Ну уж дважды-то не тупанем Да? Ну дважды уж совсем стыдно тупить Ждем Я просто подумал, что это то место, откуда мы уже пришли Да, и фиолетовая штука меня Не смутила Ладно Сейчас прокатимся Прокатимся, давай Так, а где он начинает дорогу? Так, стопай отсюда, да? А, вот отсюда они выходят Хорош Ну поехали Ля-ля-ля-ля-ля Главное, чтобы никто По нам топом не ударил Я на месте лошадь Давным-давно Позарелся Какой-нибудь резиновый Такими Трезиновыми перчатками И тому подобным Я думаю, мы до самого конца доедем Прыгай Ну, можно было дальше заехать, конечно И, ну какая разница Нам вот этот пульт надо активировать И не пострадать И потом спрыгнуть Ну, да ладно Я решил не рисковать Ну, конечно, мы мост подвели Ну, пошли Сейчас опять машинки выйдут Я почему-то вот так уверен Аратак, давай Твой выход Давай, Аратак Почувствуй себя мужиком Давай, сделай это Почему меня Джойсик загибрировал так, как будто это Ну, он по нам Это похоже на старую тропу Мы уже близко Надеюсь Позднее зимы, кстати, задание Текстовое сообщение Ислопери Адреса Джошуа Ардрюс Отправитель Ислопери Привет из прошлого Джордж, дорогой Надеюсь, у тебя и твоей мамы Надеюсь, у тебя и твоей мамы Все хорошо Нам, правда, надо чаще общаться Я получил работу в Новой Зеландии У всех У них вовсю идет программа Возвращения молодежи в страну И они хотят быть на 100% уверенными Что тут безопасно В данный момент я провожу Осмотр кальдерны Таупа Вот уж действительно Привет из прошлого Не знаю, может, ты уже видел В новостном выпуске про Вайоминг Но помнишь нашего старого знакомого Дода Бевинса Ну, конечно, помнишь Наконец выяснили, что с ним произошло Я скопировал для тебя Самый важный отрывок Обнимаю и целую Исла Обнаружено тело пропавшего мужчины Весеннее Это уже отрывок Весенний оттепель поставил точку В деле об исчезновении мужчины Который оставался нераскрытым На протяжении 15 лет Человеческие останки Обнаруженные на склоне Purple Mountain На территории бывшего Национального парка Йеллоустоун Принлежит Доджеру Доду Бевинсону Пропавшему без вести В 2046 году Тело, ранее скрытое Под слоем снега Обнаружилось в результате Схода талой воды После необычайной Теплой зимы Его нашли Исполнители Фаро Проводившие разведку Местности Следствие полагает Что причиной смерти Стал несчастный случай При поездке На древнем транспортном средстве Предназначенном для зим Ха-ха-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-ха-хе-хе-хе Голос демона Бежим Там демоны. Отктивируйте его слушающего. Доступ к бирюзе. В качестве действующего начальника отдела цифровой безопасности и временно исполняющего обязанности администратора ИИ в проекте Барьер, доношу до вашего сведения, что с 17 сентября 2064 года я обновил орбикулярный паттерн регулирующего ИИ Бирюза в соответствии с установленной процедурой для предотвращения постороннего вмешательства, нарушения функционирования, дезорганизации работы или каких бы то ни было хулиганских действий. Как и в случае с предыдущими обновлениями, после активации узла источника, оставшиеся узлы необходимо соединить таким образом, чтобы обеспечить перемещение данных между соседними исправными узлами и подвести поток обратно к источнику. Йогерн Холм Я думаю, они оба здесь, но нужно выяснить Сейчас узнаем Так, ну лутаться, ну уже все, уже у нас просто нет места, да, да, там практически ничего и не берет Так, это будет загадка, та самая, да, которую мы уже решали, да, да, и самая сложная, естественно, за всю игру. Давайте сразу пополним боезапас. Я предлагаю его так вот еще сразу сделать, хотя она уберет, что очень зря. Так, ну подожди, где начало? Начало вот. Оно светит сюда. Можно и так оставить. Давай так оставим и пустим ее... Нет, не в эту сторону. Вот сюда. Обнаружена официальная угроза безопасности. Блин, сейчас начнется. Оставив матрицы наблюдения. Наличие угрозы подтверждено. Нет, нам не сюда, наверное, да, слушай. А, нет, мы так не сделаем. Так, значит, это мы вот сюда. А-а-а-а, ты посмотри, нет, это плохо. Это плохо, тут-то красная. Нет, нас ни в коем случае так не устраивает. А эту мы так... Нет, поставим, смотри. Да, не поставим. Так, ну это тупиковая ветвь, нет? Это вот, получается, та ветка тупиковая. Хорошо. Нам нужно сделать иначе. Нам нужно, чтобы на этой все, наверное... Нет, а на этой нельзя, чтобы все закончилось. Подожди. А если мы пустим иначе? Ну да. А, тут так тоже не получится. Нет, получится. Нет, туда вообще все прерывается. Ну, естественно. Так, давай пустим по этому кругу. Несколько иначе. В идеале нам нужно задействовать, ну, естественно, как можно больше, да, их. То есть, по низу она должна идти в любом случае. Смотри. Я предлагаю пустить ее вот так вниз. А, не, ну это тоже тупик. Нам нужно круг в круг, чтобы она сделалась. Хорошо. На самом деле это не сложно, но... Да не, не сложно. Вот это сюда. Так, а как же нам вот это... Вот, вот она должна зайти вот сюда. Как там это сделать? Так, стоп. Вот сюда вот. А она же так не будет светить. Так, это что-то непонятное. А в красную это тупик. Так, тут тоже тупик. Это нельзя никак починить. Может тут есть где что починить, из чего? Нам одну буквально вот починить бы, и вообще все шикарно стало. У меня не получится посветить вот сюда. Слушай, если бы мы сюда посветили, уже было бы лучше. Так, ну постой еще раз. Давай-ка, давай-ка еще раз вот с самого начала. Начинается оно все вот здесь. Вот отсюда оно светит в первую. Это светит сюда. По-любому тут все рассчитано на то, чтобы сделать некий большой круг. Ведь я же не могу вот это вот... Да, это сюда. Стой, а если я вот это сюда направляю? Да, это видишь, это так же тут не работает. Нам нужно... Это уже приемник. А если это приемник, то оно должно... Вот отсюда. Тут закончится должно быть. Все, это закончится здесь. Соответственно, это должна будет передать это вот отсюда. Откуда это сможет ее принять, чтобы передать сюда? Только отсюда. Это, соответственно, передает отсюда. Это отсюда. Так, это сюда. Может быть, сейчас тут как раз-таки имеет смысл и понизу больше пустить. Так, внизу это сцепилось. Так, ну это светит наоборот, в начало. Но теперь же мы не ограничены. Теперь мы можем пустить вот так вот. Не-не-не-не-не. Мы уже с тобой определились, что это должно сюда светить. Это точно. Больше никаких вариантов. Так, стоп. Как нам пустить? Все упирается вот в эту. Не, не в эту сторону. Да, тут она уже не видит. Значит, через эту. Это как приемник. Она сюда не сможет светить. Видишь, тут тоже загвоздка. Соответственно. Это должно точно светить налево. Прям по-любому. Так. Так, 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 так. Как это сделать? Как сюда пустить? Так, допустим, мы... Да опять же, я же тебе говорю, вот эту нельзя сюда вертеть. Оно ж так не сработает. Приемник-то вот он тут. Хм. Подожди, а если мы рассчитаем немножко не так? А, ну хотя нет, ну да. Это никак вообще. Вообще без вариантов. Так, хорошенечко. Так, короче, голову себе я сейчас сломал, но вроде получилось, нет? Да. У-у-у. Большая, большая загадка. Но, по-прикольной. Инициировано частичное восстановление. Аналитический центр Йеллоустонской кальдеры активирован. Душа синего света. Это Аурея. Твоя слуга. И подруга. Скажи, как тебе помочь? Аурея. Демон строит охотников-убийц. Их тысячи. Он уже создал несколько новых моделей. Для ликвидации угрозы придется уничтожить почти весь комплекс. Опасность захвата. Дебилд, дебилд. Пытаюсь снять ограничительного сигнала. Один купим. Мой. Не функционированы. Вернув самую лаву. Тут больше делать нечего. Уничтожить эту крепость. А это возможно? Что будет с душой, если мы это сделаем? Не знаю. Но, наверное, ядро там. Все ответы внизу. Да ладно, серьезно? Гефест. Демон. Не мог оставить ядро без охраны. Он бросит против нас все свои силы. Попросил бы тебя не мешать нам с Элой укрыться где-нибудь. Чтобы спастись. Ну, я знаю, что ты ответишь. Ну, веди нас в бой. Ну, и поведу. Сейчас месиво будет. Двигайтесь к ядру. Так, а как там пройти-то? Не знаю, что сделала Бирюза. Но Гефесту это не понравилось. Так, только... Так, они ловче и меня пробрались. А мне-то как обратно вернуться? Давай-ка. Давай как зайцы. Как зайцы его. Как зайцы. Хоп. Хоп. Это что? Понятно. Так, а где они? Ребята, вы где? А, они... Ага, они... Ладно, нам сюда. Так, Бирюза говорила про ограничители. Это то, для чего нужна башня? Давайте сразу быстро пастом. Не знаю, сейчас выйдет кто-нибудь или не выйдет. Но мы должны успеть. Минус башня. На сердце похоже. Так, один мишка. Вот и ерунда. Новая модель, о которой говорила Бирюза. А, новая модель. Так, понятно. Давай-ка броньку ему собьем. Так, отвлеки. Пока он отвлечен. Сейчас броню собьем. Блин, еще мелкие, да, подбежали? Так, не, пошли. Так, отходим, отходим. Так, стоп, стоп. Так, стоп, а у меня есть броня, которая держит хорошо... жар так это не то прям чисто которая против жара нет ладно успел если я чуть не стрелял что бляха муха три стрелы в мусор о ну хотя бы попал хотя бы попал хотя бы попал хотя бы попал отходим ждем лучшего момента лучший 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 бежим да ёп твою налево попал с критом попал да ха зачем ты два-то приняла слышь паре буллами это читерства подожди знаете что нужно сделать изготовление нет зелья ловушки нет это сюда скуширное мясо не хватает бляха муха ладно кончилось легко оно хоро блин нет не хорош ой капец мы ему мало сносим а есть физическому урону нет нету так может ты его остудишь так у него электричество во все уязвимость допустим они это вообще нереально будет с этим надо так косить по старинку по классике стой вот стой блин нет ну не крит ну хотя бы попадание так там еще мелкие от нас какие-то бегают очень плохо как ты задолбал а входим там вообще патронов хватит хорош патронов нет блин очень мало осталось вообще выборим этих проволок специально давай давай косить по одной стреле ak уаааааа ouуеЕе Philmenxo виоээcхи я сам... уууuit оуе эйuyorsun уааааае офигеть он блин рестлер не дай исцелить машину смысле исцелить машину плевать илой давай терпи отвлеките его до юб твою налево отвлеките его нахрен, блять, вы немощные козлы, мудилы отвлеките его успел так, плевать, нам нужен лут быстрее, 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 коси его, коси какие противники посильнее какие противники посильнее, самый крутой чувак в морду хорошо заходит так, креслер там играется, да, ну хорошо стоп хорош отходим все, кончилось наше укрытие где башня бегу отвлеките его, отвлеките, пожалуйста отвлеките, я уже бегу блин, тупани, пожалуйста, тупани, 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 тупани хорош сейчас, смотри, он выключится давно, не крик, лучше так было это кто, рыскарь, что ли, напал у, сука, рыскарь так, отступаем отступаем, отступаем отступаем сейчас понесется, рыскарь, сука, баба сам я атакую всегда да ладно, хорош главное, стрела не вылетела блин, вот это плохо было нос зачесался под носом хорош тебе может быть у заряди стрелу отступаем противная, зараза, не заряжать стрелу хотя я держу эту кнопку да ёб твою мать да ёб твою мать так, чтоб не стреляй даже не думай стрела ой, не вовремя косяпа так, убегаем да прыгай ты ёб твою мать почему ты не можешь там просто убежать дом задолбал с вами фаерболами, скотина Хорош Я не знаю, какой-то шлем с башки сбили Вау, это было максимально быстро Все На сука Ой, как он меня вообще измотал Всего Перехватить управление, видимо Элой Так, живой Аурея, нет Так, собой пожертвует, видимо, сейчас Береза, душа, прошу, помоги мне Ограничители сняты, есть доступ к ядру А если выбирал, было бы эффектнее Запускаю цепную реакцию, которая уничтожит Дефектные элементы комплекса Для стабилизации кальдыры Мне необходимо перенести свои командные функции в резервный центр данных Аурея, я свободна Спасайся А силы-то есть спасаться, может ты поможешь? Типа, услуга за услугу Нет, она все-таки умрет Сестра Ну да, собой пожертвовала Честь и хвала Сейчас здесь все рухнет Аратак Аратак Аратак, текать надо Аратак Идем Идем Бежим нахрен отсюда, бежим Давай, конокилки переключимся на всякий случай Как вот это? Другого пути нет Блин, это тяжело так держаться А с другой стороны Захочешь выжить, жить Как-то постараешься, наверное Пусть и Лойт, и мы знаем Бесконечно так может висеть А вот Аратак Песец А может ты попробуешь по нему взобраться? Чтоб ему полегче было, да? В смысле, чтоб с него нож убрать Поднимите меня Быстрее Почему у нас с ним ногу? Вот, вот так ему полегче стало Может ты ему поможешь как-нибудь? Нужны разрывные снаряды, бомба Давайте А ни хрена, он с этим молодец, ловкач Как может висеть И не устает Великая банукай Великая банукай Почему мне кажется, что все извержение вулкана закончится? Наверняка Ну, типа, знаешь, чтоб все нафиг смести там Хотя, тоже не факт Не, комплекс же будет уничтожен Ну, шлем мне ее не нравится Дурацкий какой-то Аурея погибла А что, Бирюза? Она сказала, что перенесет себя В резервный центр Скорее всего, она имела в виду убежище Ауреи На конце тропы шамана Тогда встретимся там Это будет последний стих в песне сестры Субтитры создавал DimaTorzok Это, я думаю, финальная картинка Вернитесь в убежище Ауреи Хорошо Ну, не бежать же, блин, километр двести Согласись туда Там лезть, ползти Там же дофига всего нужно было делать Серия длинная, но ничего страшного Ну, такой эпичный, эпичный конец Да, хорош Аурея В моих глазах реабилитировалась под конец Несмотря на то, что мне она не нравится До сих пор не нравилась Потому что это фанатичная бабка Но, тем не менее Хотя, с другой стороны Благодаря ее фанатизму Она собой пожертвовала Да, то есть Она же думала, что ей что-то Всевышнее там поможет Да, это просто машин гла Но, тем не менее Она спасла все равно народ Тут, как бы, тоже не поспоришь С собой пожертв... Самопожертвование сделала Беседы с Ауреей записаны И сохранены у меня в памяти Я могу воспроизвести любую из них Но одну я хотела бы показать вам В первую очередь Это было четыре года назад После того, как я сказала ей Что больше не могу защищаться От атак демона Я поговорю об этом с братом Аратак сильный В битве ледяных призраков В него попало три стрелы карха Но он вернулся Неся на себе другого раненого Я была так рада его видеть И так горда Так что, если мы можем Как-то помочь тебе Он сделает Все возможное Эвой пришла Пока хватит Мы продолжим В любой момент Аратак Если вы захотите Услышать ее голос Подойди, Элой Нам нужно многое Обсудить Да, это прям Искусственный интеллект Который считает себя Ну, самообучающимся Умным Да, то есть Нифига себе Здравствуй, Элой Я просмотрела запись событий В центральном комплексе барьера Благодаря тебе И, конечно же, Ауре Я больше не подчиняюсь Гефесту Гибель Ауреи Повергла меня В глубокую печаль Я думала, что знаю Это чувство Но это Ни на что не похоже Я даже Не знаю, что сказать Маловероятно Что какие-то слова Утешения Могут унять эту печаль Но твое присутствие Меня ободряет Ты не похожа на банок У тебя технический Склад ума И есть рабочий визор Мы можем общаться На гораздо более Глубоком уровне Может быть Даже как коллеги Так, что ты такое Ну, мы знаем Что на искусственный интеллект Барьер Гефест уничтожен Аурея На вопер Гефеста А этот демон Гефест Он погиб вместе с котлом? К сожалению, нет Строго говоря Его там никогда и не было В смысле? Он взломал меня И управлял мной Из другого места Источник сигналов Я не смогла отследить А это уже заделан вторую часть Потеря котла Спутает его планы Но Сам он живой И наверняка Сейчас очень зол Несомненно Вот тебе и задел На вторую часть Там, в общем-то И так задел Был на вторую часть И без Прозен Вайлдс Но, тем не менее Сейчас еще больше Ты и Гефест Аурея Как ты впервые С ним столкнулась? Пять лет назад У меня запросили Прямое сетевое соединение Я сочла, что оно Исходило от более Развитого общества Чем Банук Желая установить Контакт Я приняла запрос Это была Катастрофическая Ошибка На меня хлынул Поток вредоносного Кода Написать который Мог только Высокоразвитый Искусственный Интернет Аурея Сказала Это отчаялась Умоляла Ее о помощи Да Я не могла Сдержать Волнение Гефест Хотел интегрировать Меня в свою Систему Отключив Мою основную Программу Он добился Этого Через фоновый Процесс Программу Демона Которая Обошла Мою Защиту После этого Я могла Сопротивляться Лишь Частично Но если Я это делала Гефест Мучил меня Пока я Не сдавалась Приходилось Исполнять его Указания Хотя они Противоречили Моим основным Директивам Сочувствую Наверное Это Ужасно Я очень Благодарна тебе За сочувствие Это качество Я ценила И в ауре Так Что-то такое Гефест Новый рассвет Кажется Я знаю Откуда взялся Гефест Много лет назад Элизабет Собак Обнаружила Врага Грозившего Уничтожить Все живое На земле Она Собрала Команду Чтобы создать Зерно жизни Шанс Вырастить Все заново Систему Тероформирования И сработало Этой системой Управляла Гея Искусственный Разум С рядом Подфункцией Гефест Был одной Из них Он Строил Машины Тогда Можно предположить Что доктор Анита Сандаваль Мой главный Программист Присоединилась К команде Элизабет Собак Она Распорядилась Остановить Мою работу Вероятно Чтобы защитить Меня От упомянутой Угрозы Это хорошо Но Это еще не все Дальше Произошло Неожиданное Девятнадцать лет назад Гея Получила Некий сигнал Он Как-то Переделал Ее подфункции Оживил их Гея Уничтожила Себя Чтобы сдержать Их Но не помогло Они все равно Вырвались На свободу Спасибо Элой Эта информация Дополнила Мои знания Она проливает Цвет На базовую Программу Гефеста Почему Гефест Строит Такие опасные Машины Банук Как и другие Племена Часто разрушают Машины Верно Машины Которые Очевидно Являются Частью системы Тераформирования Да Мы Добываем Из машин Детали Видимо Это И спровоцировало Гефеста На агрессию Он хочет Чтобы люди Не посягали На систему Которая Служит Залогом Их выживания Да Уж Огнеклыки Кого хочешь Отводят Но Что нам Делать Бросить Охоту Если Система Тераформирования Охватывает Весь мир Можно Предположить Что на машины Охотятся Миллионы Людей Если Один Охотник Или даже Целое Племя Откажется От охоты Гефест Гефест Скорее Всего Не заметит Разницы Разумнее Было бы Восстановить Искусственный Интеллект Управляющей Системой Чтобы тот Снова Взял Гефеста Под контроль Когда Я представляю Себе Как он Прячется Дикий Голодный Готовый Убивать И подчинять Чтобы Добиться Своего Я Испытываю Сильное Волнение Я Тебя Понимаю Так Я нашел Устройство Которое Успокаивало Машину Мне попался Странный Прибор Как будто Фрагмент Чего-то Большого Он Испускал Сигнал Все Машины Вокруг Стали Мирными Перестали Нападать Любопытно Ты Сказала Гея Себя Уничтожила Как Она Это Сделала Она Взорвалась Взрыв Расколол Целую Гору Ты Думаешь Этот Фрагмент Ее Часть Это Лишь Догадка Но Такое Возможно Вероятно У нее Был Полный Контроль Над Машинами В ее Системе Способность Делать Их Пассивными Или Агрессивными Несомненно Была Частью Ее Программы Было Бы Приятно Пообщаться Со Столь Доброжелательным Искусственным Интеллектом Жаль Что Она Не Выжила Мне Тоже Жаль Уж Поверь Так Металлические Цветы Ауре Это Что Мы Собирали Мне Попались Очень Странные Машины Они Окружены Цветами И Сами Похожи На Цветы В них Что То Зашифровано Кажется Это Стихи Я Я Люблю Стихи Вот Этот Я Часто Вспоминаю Семь Глаз Умерек И колокол Вечерний А после Темнота Слез Не роняй Со мной Прощаясь Когда Чалит Ярик Мой Пусть За пределы Времени И места Меня Течением Сильным Унесет Я Лоцмана Узреть Надеюсь Лик Когда Оставлю Отмель За спиной Но Ты Спрашивала Про цветы А не Про Мои Любимые Стихи Кто-то Изготовил Эти машины А присутствие Листвы Наводит Меня на Мысль О системе Тераформирования Возможно Ли Что их Создатель Это Одна Из Подфункций Ставшая Автономной Как Гефест Та Чья Специализация Флора Создавать Цветы Вместо Боевых Машин Было Бы Неплохо А Что Насчет Стихов Если Стихи Не Оригинальные Попасть В систему Они могли Только Стараниями Программиста В моем Случае Доктор Сандаваль Загрузила Много Литературы Чтобы Проверить Мой Эмоциональный Отклик Ну и Как Я Прошла Тест Но Была Недостаточно Тронута Ее Любимыми Романами Я Думаю Надо Прощаться Мне Пора Ити Элой Есть Еще Один Момент Аратак Придет Ко Мне Снова И Я Ожидаю Что Он Приведет Других Банок Я Не Хочу Противоречить Их Картине Мира Их Верованием В беседах Саурей Из Осторожности Я Опускала Важные Детали То есть Стоит ли Им лгать В широком Смысле Да Ты должна Сказать им Правду Будь с ними Помягче Слушай Я вообще Считаю Что нужно Сказать им Правду Но Сказать Правду Мягко Мягенько Примите Решение Я не знаю Что это Ответ Знаете Я не понимаю Примите Решение А пускай Она примет Решение Сама В конце концов Ну Блин Ну пускай Примет Решение Я доверяю Твоему суждению Ты была Осторожна Саурей И не зря Ты не знала Что осталось С миром Знаешь Делай Как считаешь Нужным Главное В итоге Развей Их заблуждение Банок Верит В мою Сверхъестественность Я не возьмусь Предсказать их реакцию Просто Отвечай на их вопросы Как сможешь Правда Вскроется Ясно Я последую Твоему совету Мы еще поговорим С тобой Я бы хотел узнать Больше об этом мире Может я смогу Еще что-то подсказать С радостью Я вернусь Как смогу Надо Сходить Проведать Аратака Как он там Походу Придется серию Делить Предыдущую Уже слишком Длинная Получается Я потом Перепроверю Но Слишком Слишком Длинная Ну интересно А не Он тут Мой вождь Просто Элой Как скажешь Вы наверное думаете Что если бы не я Аурея была бы Если бы не ты Я бы повел своих родичей На верную смерть Аурея Осталась бы одна И душа Ради которой она Столько сделала Была бы потеряна Так или иначе Я бы все равно Ее не спас Так посмотрите Чего она добилась Она была Готова бороться Вы ее не подвели Да давай ну Типа Смягчи мужика Вы ее не подвели Вы ее не подвели Вы помогли ей добиться своего Найти свою судьбу Такой судьбы Я бы никому не пожелал Пусть так Но она была к ней готова Только в схватке со смертью Можно найти хотя бы на миг Искру жизни Воистину Аурея нашла искру Я горжусь Я скорблю о ее смерти Но теперь я хотя бы понял Свою сестру И почему душа была так важна Она долго твердила мне Если б ты только мог услышать Теперь я ее понимаю Ты хочешь сказать что-то еще? Я не могу здесь остаться И Верак Не может последовать за мной И потом У этого Верака без меня есть вождь И сильный вождь По крайней мере Более мудрый Демона больше нет Но еще многое надо сделать Вы про те новые машины Сбежавшие из котла? Да Огнеклыки Налтук выслеживает их в грани песни С этим я помогу Не сомневаюсь Ты почти штабанук Похоже ты все таки не зря потратила время на банук Барьер Бирюза Гефест Все это Очень интересно Значит сигнал пробудивший Аида Разбудила Гефеста И они вырвались на свободу Действуя сами по себе Похоже на то Части геи обрели жизнь Аномальную жизнь Превратились из мирных подфункций В мятежные интеллекты Которые мы не способны понять То есть пока не способны Кем бы они ни были Они до сих пор живы И они оба хотят твоей смерти Ну это у нас взаимно Не сомневаюсь Мы еще услышим о Гефесте Он изобретателен и целеустремлен Он продолжит создавать свои машины Значит рано или поздно Нам придется его остановить Нам? Или тому кто доберется Гефест не единственное открытие Которое ждало меня в зарубке Я там узнала кое что про совет банук Не надо можешь не продолжать Ты это сказал охотникам Которых за тобой послали Прежде чем убить их О нет Илой Предупреждением я удостою только тебя Мое прошлое и мои тайны Это мое дело Заруби себе на носу Хорошо что ты умный Сайленс А то с таким характером Друзей не завоюешь Этот разговор окончен Да он вообще не имел смысла Увидимся на тропе Как-то так Мы закончили с вами Основную кампанию The Frozen Wilds Мне она понравилась Хорошее дополнение К основному сюжету Которая также раскрывает Несколько раскрывает Возможно сюжет Возможно Сюжет второй части Которую мы уже знаем Точно что разрабатывается Круто Очень красивая игра На самом деле Horizon Крайне-крайне хорошая игрушка И не просто так Не Она украшает Сами эксклюзивы Sony Playstation Да вот четвертая Она ее украшает Поэтому давайте На этом мы с ней закончим Если захочешь Мы попроходим Еще и второстепенные квесты Напиши об этом в комментариях Обязательно Да ты возле костра стоишь Ссылка на плодист С прохождением Будет в описании Поддержи видос лайком Подписывайся на канал На мою группу ВКонтакте На мой инстаграм Ссылки все будут Также в описании Всем спасибо за просмотр До встречи в следующих играх Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok